И вместе с тем Америка продолжает нарушать баланс сил в мире. Немецкие журналисты узнали шокирующую новость. Американцы готовы разместить в Германии новые атомные бомбы. Когда-то, в августе 45-го, эта страна уже применила ядерное оружие, атаковав японские Хиросиму и Нагасаки. Тогда мгновенно ядерный огонь испепелил около 80 тысяч человек, и еще 200 тысяч умерли в течение пяти лет после чудовищных бомбардировок. И цифры этих трагических потерь приблизительные. Интересно, что канцлер Германии Меркель не смогла ответить ничего конкретного на прямой вопрос немецких журналистов. Кто, где и когда хочет раздуть новый ядерный пожар, разбирался наш корреспондент Кирилл Брайнин. Отношения России и Соединенных Штатов и так, мягко говоря, не на подъеме. А тут разговоры о новых американских ядерных авиабомбах в Германии, почти у границ. И не просто бомбы, а так называемое умное оружие. Последнее поколение под кодовым названием Б-6112. И речь вовсе не о предполагаемой обороне. Это, безусловно, наступательное вооружение, потому что самолеты, которые будут ее нести, они, безусловно, не защищаются, а наступают. Если взорвется бомба, она может проникать под землю, то радиоактивным заражением будет занесена большая территория, огромная территория. Будет ударная волна, будут разрушены многие города и погибнут тысячи людей. Зная о такой разрушительной силе, есть о чем задуматься. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, такие планы не останутся без ответа. Это еще один шаг, причем, к сожалению, очень серьезный шаг в сторону нагнетания напряженности на европейском континенте. К сожалению, в случае реализации планов, а можно сказать, что они уверенно идут к реализации, это может привести к нарушению стратегического баланса в Европе. И поэтому, безусловно, это потребует от России принятие контршагов и контрмер для восстановления баланса и паритета. О планах Пентагона первыми узнали журналисты немецкого телеканала CDF. Они же и задали прямой вопрос немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Поддерживает ли федеральное правительство довооружение, атомное довооружение в Германии? Мы будем разговаривать об этом в США. Возможно, Министерство обороны уже начало это делать, я не знаю. Я уточню, и затем мы предоставим вам информацию. Звучит так, как будто еще ничего не решено. Но по данным немецких журналистов, в американском военном бюджете уже есть статья расходов на модернизацию немецких истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», как раз под новые бомбы. Словосочетание «я не знаю» звучит из уст госпожи Меркель, тем более странно. Ведь работы на авиабазе «Бюхель» были запланированы на третий квартал 2015-го. То есть, по крайней мере, на бумаге уже начались. Если президент США и НАТО санкционируют применение ядерного оружия, то американские военные передадут его немецким летчикам, после чего военно-воздушные силы ФРГ несут удар атомным оружием по определенной цели. Это удивительная ситуация для страны, которая обещала отказаться от прямого и косвенного доступа к оружию массового уничтожения. Это при том, что действующие инструкции запрещают немецким военным использовать ядерное оружие. Но, видимо, не в том случае, когда это в интересах Соединенных Штатов. Иначе как объяснить тот факт, что все попытки политиков в Германии вывести ядерное оружие с территории страны не увенчались успехом? Даже обращение депутатов Бундестага к Ангеле Меркель в 2010-м как будто осталось незамеченным. А ведь годом раньше Свободная Демократическая партия называла это чуть ли не главной политической целью. В федеральном правительстве мы будем заниматься тем, чтобы Германия в следующие четыре года стала страной, свободной от ядерного оружия. Ответ на вопрос, кому нужно американское ядерное оружие в Европе, вполне очевиден. Но вот зачем американцам теперь понадобилась модернизация арсенала – предмет для обсуждения. Впрочем, бывший статус-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер, похоже, знает, к чему все это. Для защиты американских военных подразделений или для его использования вместе с другими средствами против Российской Федерации. Это сознательная провокация против наших российских соседей. В российском МИДе идею о размещении новых американских бомб в Германии назвали прямым нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Правда, представитель Пентагона, на заявление которого ссылается РИА Новости, рассказал, что Соединенные Штаты не считают, что нарушают какие-либо договоры. Возможно, это трудности перевода, но если нет, то фраза заслуживает внимания. Ведь это вполне типичный случай, когда американцам достаточно поменять отношения к собственным обязательствам, чтобы выполнять их стало уже как будто не нужно. Кирилл Брайнин, Екатерина Белова, Юлия Ходорова, Дмитрий Кочетков, Артем Тихонов и Владимир Ольховский. Первый канал.